Вот то самое комьюнити, степ-бай-степ, B2B и DIY. Тут нужно R&D, столько инсайтов, что они, видимо, о высоком. Прекрасное интервью. Всем привет! Очередная серия подкаста «Люди. Дело», и сегодня у нас Игорь Калынин, директор по маркетингу. Строительный торговый дом Петрович. Ну и первое, что я хотел бы, во-первых, сказать спасибо за то, что вы в прошлом году были на нашем мероприятии «День строителя». Я знаю, что ты очень занятой человек. Что ты знаешь про это? Мне то, что рассказывали про это мои ребята будущие, они рассказывали с восторгом. Потому что собрать такое большое число профессионалов вместе для того, чтобы они хорошо провели время. И не просто хорошо провели время, а вот создали вот то самое комьюнити, то самое сообщество. Это большое дело. Потому что на самом-то деле, ну как мне кажется, самое важное в нашей жизни, это не то, что там заработать денег или что-то сделать еще, а оставить след, ментальный след. И если ты собираешь людей, создаешь что-то такое большее, чем просто материальное, то тогда ты меняешь мир к лучшему. А на мой взгляд, вот изменение мира к лучшему, это для меня главная цель существования. Потому что если ты поменяешь мир, хоть чуть-чуть вокруг себя, то ты и мир сделаешь лучше, и людей вокруг себя сделаешь лучше, а у тебя такая цепная реакция идет. Это круто. Сегодня, видимо, о высоком. Всем привет! Вы сейчас только что видели кадры с прошлого дня строителя. Они были намного лучше, чем с позапрошлого. О чем это говорит? Это говорит о том, что в этом году мы, естественно, приготовили полноценное шоу. В этом году название «Строители будущего». Как вы знаете, мы всегда делаем какую-то концепцию. Будет много лазеров, шоу и так далее. Но самое главное, будет 4 или даже 5 интересных тем от интересных спикеров. Будет ведущий, будет много конкурсов, будет много неформальной программы, будет нетворкинг и, естественно, большое заключительное шоу. Поэтому я больше рассказывать не буду, что это будет. Просто приходите и посмотрите. И не обязательно быть строителем для этого. Вы можете быть дизайнером, вы можете быть нашим заказчиком, вы можете быть просто человеком, который интересуется данной сферой. А на самом-то деле будет полезно всем. До встречи 13 августа. Две минуты немножко о себе, потому что для моих подписчиков непонятный человек. Мне очень много рекомендовали поговорить именно с Игорем. Несколько коллег, скажем так, на разных мероприятиях. Я работаю директором по маркетингу Петровича уже практически 10 лет. Это довольно много. Начинали мы такой стройбазой для прорабов с синими покосившимися заборами. То есть, ну, когда я пришел. Сейчас это совершенно другой. Это магазины будущего. Это интернет-магазин, в котором куча разных сервисов. Это экосистема сервисов, которая позволяет выстроить жизненный путь клиентов стройки от самого начала идеи строительства до самого окончания. Но об этом, я думаю, мы потом еще попозже поговорим. Да, я работаю на одной должности 10 лет, но качественно все время прирастаем. И развитие собственное, и развитие компании, они в данном случае там неотделимы. И это очень большой челлендж, большой вызов находить что-то новое. Каждый раз находить новые точки роста. Но это, мне кажется, чем больше ты узнаешь, тем больше ты понимаешь, что ты не знаешь. Соответственно, это, кажется, Платон говорил. Чем больше ты что-то делаешь, тем больше ты понимаешь, сколько еще многого не сделано. И еще много предстоит делать. То есть, как бы такой сад расходящихся дорожек китайский. Я не хочу сильно сейчас касаться Петровича, но тем не менее. Я так называемый профессиональный сегмент. Вот вы вообще магазин, в принципе, для кого? Больше для самозастройщиков DIY? Это большая часть людей, кто приходит? Или все-таки у вас B2B, я знаю, что работает. Но вот мы, я что-то среднее между B2B и DIY. То есть, вот мы предоставляем услуги в сфере ремонта и отделки для людей. Как вы с нами, коммунициатива, как вы вообще нас понимаете, что это мы, что мы такой сегмент? Изначально Петрович создавался именно для, как ты говоришь, что-то среднего. Два часа доставка, это просто космос, но это в Питере. В Питере. Ну, здесь по пробкам мы не можем сделать два часа доставки, здесь четыре. Мы изначально создавались именно для профессионалов, для прорабов. Вот такой вот прям сегмент у нас в Питере, это прям такое слово вполне себе прижившееся. То есть, для бригадиров, для тех, у кого небольшая бригада одна, две, пять бригад. Вот такое и мнение. Это стройбаза для прорабов. Поэтому все сервисы изначально, они выстроены были и заточены были для прорабов, для профессионалов, для тех, у кого есть небольшие бригады. Потому что вот эта доставка за два часа, она позволяет человеку быть оперативным. То есть, можно, грубо говоря, не так планировать, не так хорошо планировать будущее. Или быть абсолютно гибким к тому, что у тебя происходят косяки на стройках, происходит... Каждый день. Может быть, даже каждый час. За счет того, что ты делаешь сервис, который удобен для того определяющего целевого сегмента, коим для нас, для Петровича, является бригадиры и прорабы, мы тем самым выиграли. У нас проникновение в Питере в прорабский сегмент, то есть, грубо говоря, сколько процентов прорабов покупает в Петровиче, практически 100%. Ну, то есть, каждый... В Москве не так. Знаю, знаю, в Москве, знаю, мы вышли не так давно. Но в Питере, кстати говоря, могу сказать, у нас нету строительных рынков. Мы, Петрович, победили рынки до того, как... Что, не надо это говорить? Это символично. Потому что ты знаешь, где Петрович открылся? В Москве. Да, рядом с рынком Петровский. Рядом с рынком Петровский. Очень символично. Петрович, Петровский. И Петровский рынок, я тебе хочу сказать, здравствует и процветает. Левые чеки. И все, что предоставляет, скажем так, рынки, все вот эти услуги, я считаю, что из-за ментальности еще долго не уйдет. Но рано или поздно уйдет. Вот я, допустим, стараюсь вообще не вести... Ну, у нас может быть уникальный какой-то случай. Хотя, в принципе, весь уровень сейчас стройки, он подтягивается очень сильно. Именно благодаря тому, что в сообществах люди транслируют и так далее, показывают, как у себя и все это такое. И вот эти мизерные копейки, которые ты можешь, грубо говоря, заработать на рынке, потому что там купил за одно, тебе продали за другое, все то же самое, по сути, сейчас делают большие компании, называют просто это агентские, называют это, ну, по-разному. Ну, вот по-разному, да, вот карта Петрович есть, у меня, по-моему, обычная даже карта, там, я не помню. Поскольку сейчас в Питере рынки мы победили, в Москве не победили, и в Москве пока они существуют, но при дальнейшей легализации бизнеса, а она, вне всякого сомнения, произойдет даже не сверху, а снизу, вот как ты говоришь... Она сверху-снизу происходит. Согласен, это и сверху государство пытается легализовать бизнес и правильно. Ты делаешь ремонт? Извини, что перебиваю, я, пацаны, я перебиваю, все знают. Ты делаешь ремонт? Я делаю, конечно, делаю ремонт и сейчас строю дом. Какой процент у тебя людей, которые работают, ну, вот, официально, да, то есть вот ты, допустим, делаешь инженерку, ты где покупаешь материал? Ну, до инженерки я еще не дошел, но я, конечно же, буду покупать в Петровиче, мне понятно, сам Бог велел покупать все в Петровиче, поэтому тут-то ко мне вопрос довольно, ну, где я покупаю материалы. А ведь часто, окей, хорошо, а часто бывает так, когда, ну, подожди, вы не продаете сплит-системы, я имею в виду, ну, какие-нибудь там профессиональные вент-установки вы не продаете, вы не продаете котельное оборудование. Продаем. Ну, что, вы продаете какую-то там, ну, фитинги эти самые и так далее. Да, фитинги эти самые продаем. Дело все в том, что как раз у нас развитие ассортимента происходит постоянно и, к сожалению, нам все время приходится бороться с представлением о нас, какими мы были несколько лет назад, когда мы заходили на рынок. Как тогда не было, сейчас есть. Это, вот, английское хорошее слово perception, в русском языке тоже оно такое восприятие, то есть восприятие бренда, восприятие места покупки, это сложный культурологический процесс, который нужно менять и коммуникациями, и, к сожалению, временем. Знаешь, что меня раздражает в рынках и что меня раздражает, в принципе, в том, что я могу купить... Ну, давай жалуйся, давай. Что меня раздражает в рынках и что меня раздражает, в принципе, в сетях, назовем это DIY или каких-то еще, ну, ладно, в DIY еще не так. Сейчас, по российскому законодательству я, давай так, даже уйдем от простого, сейчас не будем говорить про чиллеры, про какие-нибудь там сложные инженерные истории, обычный бетон. Представь себе, что я могу купить бетон без каких-либо сертификатов, без каких-либо, то есть то, про что мы говорим в стройке, его продают кому угодно. У меня лично на объектах, я рядом работал, где я прихожу, говорю, ребят, если вы сейчас будете принимать этот бетон, у вас обвалится перекрытие, и это перекрытие обваливалось на моменте заливки бетона. Соответственно, бетонная компания, и то же самое происходит с производителями сплит-систем, то же самое происходит с производителями котельных оборудований, чилля, то есть падает, в прямом смысле падает блок, и может он убить человека, потому что продали неквалифицированному мастеру. Вот вы как на это смотрите? То есть представь себе еще раз, ты понимаешь, в чем боль самая большая? Я понимаю. То есть может кто угодно купить, что угодно, и монтировать, как ему вздумается. Как угодно, да, абсолютно точно. Смотри, тут это, в принципе, культура ремонта, культура стройки. Это называется вот этим словом культура. Тут победить можно только с помощью образования заказчиков, образования строителей и образования производителей. Это такой вот триединый подход, которым нужно исповедовать всеми настоящими профессионалами рынка. Вот если ты как профессионал, мы как профессиональные продавцы, наши поставщики как профессиональные, если мы сможем говорить и коммуницировать, что гоняться за ценой самой дешевой вообще не нужно, потому что это настолько дороже тебе будет потом, дороже и с деньгами, и уж не дай бог со здоровьем, что с тобой может приключиться, то вот понимание, осознание того, что самое дешевое точно не нужно в стройке делать, вот это понимание, оно должно в будущем облечь весь рынок, и тогда мы сможем перейти на совершенно новую качественную ступень. Ты знаешь, вот, например, во Франции любой прораб, даже если ты частного мастера нанимаешь, он тебе дает гарантию на 10 лет законодательно. Все, что там произойдет за 10 лет, обвалится там плитка или что-нибудь еще, он обязан... На все 10 лет. На все 10 лет. Он обязан прийти через 10 лет и тебе исправить. Прямо, понимаешь, законодательно. Я почему говорю, что как только законодательно перестанут разрешать продавать всем, кому не лень, без сертификатов и так далее, то есть, конечно, рынок немножко обвалится, но в целом эта же культура поднимется очень сильно. Но представь, сколько стоит даже 10-15 часов неработы в холодную пятидневку системы отопления, а ведь она сбоит именно в тот момент, когда минус 15, а в этот момент потом все трубы все выкидывается и там ремонт... Бывает так, что невозможно сделать ремонт после таких штук. А сколько стоит обвалившаяся опалубка на стройплощадке? Ну так вообще этих видосов... Это кошмар. Поэтому, вот, например, мы в Петровиче, мы не продаем самое дешевое. У нас нет саморезов, которых ты вот так вот проворачиваешь отверткой, и вся резьба, даже не резьба, а вот этот вот крестик просто после первого проворота сдирается. Мы не продаем некачественные сухие смеси, после которых все падает. Дело все в том, что это очень важно заботиться о клиенте. Если ты будешь заботиться о клиенте как поставщик, как производитель, как строитель, то тогда люди, во-первых, будут получать качественное жилище, ну и, соответственно, образовываться. И в следующий раз они точно так же закажут. Это все степ-бай-степ. Это все надо идти к этому постепенно. Ну я страшно рад, что существуют такие люди, как ты, которые понимают важность качественных работ. И мы для таких, собственно говоря, и трудимся. То есть мы не трудимся для тех, кто там пытается скрыжить каждую копейку, покупая что-то на рынке, меняя там вот эти вот чеки, делают фальшивые чеки или там покупая некачественные товары. Это все плохо закончится и для их клиентов, и самое главное для них самих. Потому что работать качественно, работать хорошо, в этом большая ценность. Это очень выгодно. То есть ты, когда даешь ценность, дополнительную ценность, ты даешь дополнительную выгоду. И тем самым ты становишься лучше твоему клиенту, и становится лучше тебе. Ты понимаешь, что просто словами, типа ничего не решить. Вот я считаю, что и без каких-то законодательных проектов, вот я уже дорос до того момента, что я точно могу сказать, что без закона этого не изменится. Потому что люди так устроены, они хотят, они не понимают ценности. Они не понимают ценности хорошего материала, они не понимают тем более ценности сервиса, который очень сильно хромает в нашей сфере, очень сильно. Ну то есть, что касается, я имею в виду вот ремонта и отделки, в любом сегменте люди хотят большего, чем в принципе мы можем им дать. То есть потому что они перегреты вот этим вот каким-то таким вот качеством. Мы где-то, и это все идет, еще раз говорю, я считаю, что в начале законодательство, потом... Рубин, слушай, вот здесь я с тобой не соглашусь. Законодательство, к сожалению, не может учесть всех аспектов такого сложного процесса, как стройка, особенно ремонта. Потому что когда ты перейдешь на законодательный уровень и начнешь прописывать каждый из кейсов, каждый из случаев, то все это превратится либо в какую-то нечитаемую, бюрократизированную историю, либо эти СНИПы, которые вот, ну, вроде как были же СНИПы, они есть, но они могут устаревать, приходят новые материалы, с ним, ну, вроде как он лучше, чем там предыдущие, а СНИПов его нету. Там все такая... В Советском Союзе, а еще до этого Советского Союза, у нас что шло? Мы, нас всех переселяли, грубо говоря, в эти квартиры, и за квартирами следило кто? Государство. То есть, ну, не было такого, что, грубо говоря, что ты можешь там сам что-то делать, тебе приходит специальный человек и что-то делает там. И вот, в принципе, так шло. А потом в какое-то время появились вот эти наши ЕЖС и так далее, и все остальное. Но все институты образования и так далее, они заточены на либо инженеры, которые уходят куда-нибудь в электростанции, ну, и так далее, то есть в большую промку, вот. Либо ПТУ в ЖЭК. Вот. А вот это среднее, все среднее, знаешь, кто образовывает монтажников? Как ты думаешь? Я... Производители материала. Производители материала. Да, они делают свои внутренние академии, они делают внутренние, но они заложники своих материалов. Конечно, взгляд должен быть шире. Но смотри, давай все-таки вернемся к вот этому вот вопросу, как изменить культуру ремонта. Вот есть хороший пример. Раньше, в 90-х, в начале 2000-х, когда ты переходил дорогу по пешеходному переходу, большой был риск, что тебя собьет машина. Теперь любая машина в любом городе, не только в Москве вообще, практически даже в любом городе останавливается. Это каким-то образом изменилась культура. Что-то штрафовали, что ли, за это? Ну, может, один-два раза где-то кого-то. Но, не знаю, никого из моих знакомых, никого не штрафовали. Просто мы все стали уважать пешеходов, мы автомобилисты, и останавливаться. А ты ездишь на машине каждый день? Да. Ну, вот смотри, раньше, я не помню, сколько стоил красный свет, сейчас два красных света, лишение прав. Вот, плюс камеры и, опять же, законодательство, которое не только в Москве, не только в Москве. Ну, в смысле, в Москве камер гораздо больше, чем в любом городе. Я просто имею в виду к тому, что в любом случае законы изменились, и у нас изменилось поведение. Я согласен, что, наверное, радикальный подход только законный или радикальный подход только снизу, ни тот, ни другой неверный, а тут нужно движение в обе стороны. Мы должны, как участники рынка, образовывать наших клиентов и сами действовать, сами вести себя так, как хотелось бы, чтобы вели себя все остальные участники рынка. Ну, и, возможно, государственные какие-то регуляторы должны помочь сделать более прозрачным и чистым продажу стройматериалов, ну, вот, легализованным, потому что, да, я с тобой полностью согласен, негоже то, что творится на некоторых участках продажи стройматериалов, там, на рынках, там, и что-то еще. Здесь мы должны вести себя так, ну, и какие-то законодательные, да, акты. Тогда культура ремонта изменится, и тогда потребитель сможет понятным образом получать качественный продукт, а мы будем радоваться тому, что мы этот качественный продукт им дали. А как ты ведешь следующие шаги? Вижу в таком понятном следовании той стратегии, которая есть у нас, как у Петровича, там, у тебя. У нас, у тебя есть стратегия совершенно понятная, у меня есть стратегия, у Петровича есть стратегия совершенно понятная, как мы приведем рынок к будущему. Я думаю, что следование этим стратегиям собственное, оно и изменит рынок. В Петербурге, ну, там гораздо более качественные товары продаются, чем в Москве. А вот так даже, я просто не знал, если честно. Ну, смотри, у нас практически 70% рынка сухих смесей, 70% рынка всех сухих смесей, которые продаются во всем городе. Естественно, это все качественные, понятные материалы со всеми нужными сертификатами. Такая вот легализация вот этих вот вещей, из-за которых может там упасть плитка, она полезна для всех. Вот, поэтому, если будут все участники рынка придерживаться честных правил, самое главное быть честными. Это нужно договориться, смотри, что такое профсоюз, да? Нужно договориться нам с вами о чем-то, и что мы так и делаем, и все остальные должны договориться. И тогда это начнет работать. Если только мы с тобой договоримся, но все остальные об этом не будут знать или не будут это поддерживать, ну, это не будет работать. Вопрос критической массы. Ровим, смотри, ведь мы можем договориться, но ведь для того, чтобы там быть честным, не надо договариваться. это же естественная потребность здорового и здравомыслящего человека. Будь честным перед собой. Для всех разный. Для кого-то уровень нормы пойти на рынок и сказать ему, короче, за место 5000 напиши мне 35, потому что там я там еще кое-что забыл, и они впаривают это своим клиентам. И для них это уровень нормы. Так нельзя зайти в Петровича и сказать, ребят, я тут это самое, напишите ничего. Петровича так нельзя, это как бы просто нонсенс. Ну это понятно, да, потому что у вас абсолютно белые алгоритмы работы. Мы не любим тех, кто обманывает, потому что мы не обманываем, и мы считаем, что никто не должен обманывать. Если ты, смотри, это ведь вопрос поведения. Если чем больше будут появляться людей, ведущих честно, честную работу, чем больше будет появляться честных людей, тем все остальное окружение будет меняться. Это процесс вот очень интересный изменения общества. Смету на ремонт, посмотри, ее можно расценивать так. То есть ты говоришь, что ремонт будет стоить, там примерно столько, поскольку, ну потому что нельзя посчитать ремонт практически с самого начала. И потом у тебя, ты доставляешь допы какие-то. И получается так, это обман или нет? Смотри. Ведь ты заходишь к клиенту, говоришь, я сделаю все это, не знаю, за 100 тысяч рублей. А когда 100 тысяч рублей закончилось, ты говоришь, ну подожди, это же оказывается было без того, без этого, без этого, пятого, десятого. И получается... Конечно, это далеко не самый прозрачный подход, который есть. Разумеется, в ходе работ могут возникать какие-то допы, да, но если это допы заранее согласованные с клиентом и заранее понятно, что это, ну просто там он захотел, в проекте унитаз стоял там прямо, а его решили косо сделать, понятное дело, что там какие-то... Ну да, это нормально. А ненормально, когда в смету не войдут, допустим, там поклейка плитки или там что-нибудь, там грунтовка стен за такую же цену, как... Кстати, по поводу, я видел какую-то акцию, типа цена вместе с обоями на стене, я так и не понял, что это там мне рассказывали, вот вы пытались клиенту продать сразу вместе с работами. Как же называется? Клуб Петрович... Нет, Петрович Ремонт у нас есть такая, но мы... Это такой полигон для отработки того, что может происходить во время стройки с нашими материалами, то есть для нас Петрович Ремонт это не то, что там мы хотим подмять под себя рынок ремонта, упаси Господь. Это настолько неправда, да. Мы просто делаем ремонты, ну вернее так, принимаем заказный ремонт и даем их нашим клиентам, ну прорабам, да, мы... У нас нету бригад, разумеется, да, потому что мы как бы занимаемся строительством, мы просто отрабатываем вот этот вот Customer Journey для нас это с точки зрения изучения клиентского пути во время ремонта. Очень важно понять, где там происходит... Вы, получается, делаете КАЗДФ чего? Прорабов? КАЗДФ материала или чего? КАЗДФ самого процесса ремонта. Самого процесса ремонта. Да, где там что можно улучшить? Какие материалы не хватают? Потому что, откровенно говоря, вот приложение БРО ремонт или как БРО... Нет, смотри, у нас есть БРО, это вообще другая история. Это IT-продукт, вот Петрович БРО, это IT-продукт для прорабов. Супер сырой. Сразу хочу сказать. Сырой. Ну отлично. Я пробовал? Ты пользуешься? Это ад. В нем можно создать, хорошо накидать корзину, но по сути она ничем не... Хорошая корзина ничем не отличается от Петрович, которое хорошее приложение. Вот Петрович, мы пользуемся, Петрович обычный, то есть он 100 пудов нормальный, а вот здесь вам нужно хорошую аналитику провести именно с прорабами, потому что там, ну типа, более того, ты пытаешься до конца категория удалить, и как только ты КЭ удаляешь, у тебя бум, сразу король. Ну просто обычные прям ошибки бага, и у тебя раз, опять категория написана, и получается, чтобы тебе переименовать просто в электрику, тебе нужно КЭ, электрика и обратно. Ну короче, это просто, я просто пишу приложение, и это, ну это, это код, это вообще проблема, это, но сам функционал еще очень сильно другой должен быть, нужно прям хорошо описать, если вы туда хотите идти. Вот это мы, в это мы точно хотим идти, это приложение мы считаем для нас принципиально, потому что когда мы создадим хорошее приложение, я понимаю, что, ну у него еще там, ему далеко до совершенства. Ну само обычное приложение Петровича, как интернет-магазин, да, ему уже там почти 10 лет, ну там 8. Оно прям очень хорошее, но даже возможно лучше, чем Леруашное приложение. Возможно, оно точно лучше, чем Леруашное. Да, да, ну то есть, ну как бы. Там есть сметы, там есть, ты можешь поделиться сметой, ты можешь отправить свою смету, ты можешь отправить своему клиенту на оплату сметы. Да, я же говорю, вот это, но и в бро работает нормально, чисто вот это, смета на материалы, но не на работы. А, не на работы, да? Я тебе говорю про работы, я тебя пытаюсь про работы рассказать. Я вижу как мыслью, для меня материалы вторичные. Я понял, да. Потому что мои деньги, они в чем? Они в работах, то есть, с материалов мы, допустим, да, мы официально зарабатываем 10%. То есть, я говорю клиенту, мы всеми моими скидками делимся, и 10% мы собираем себе официально. То есть, за ведение, да, потому что, как бы, ну, хотите, сами там делайте, но если вы что-то не то купите, и все моменты с доставщиками. А, кстати, у вас же в Питере, они внутренние водители? Они прям наняты или как? Нет, это сторонние компании. Это в Москве, это жесть. В Москве это проезд. Я ему скидываю схему проезда, я на свои проекты делаю схему проезда. Я ему скидываю, и он их не может читать, не понимает. По-русски плохо говорят, злятся, короче. Ну, вот прям вообще, хотя ты же платишь. Кстати, они маленькие бабки за подъем. Круто, что это у вас есть. Если честно сказать, это очень, это очень классно, что это есть, но сам вот этот вот контроль вот этих людей, это прям, я не представляю, как вы с этим справляетесь, потому что, ну. Ну, это отдельное искусство, но ты хочешь сказать, что у нас еще в Москве там тяжело им объяснять, да, как поднимать. Супер тяжело объяснять. Сейчас объясню. Москва вообще в принципе, если Питер, там еще может быть пару шлагбаумов, все здесь. То есть заказ машин, пропуск на паркинг, куда-то еще, чтобы просто привезти в то же самое Сити что-нибудь от Петровича. Это крайне сложно. Я почти уверен, если вы поднимете документы и посмотрите, сколько у вас заказов было в Неватауэрс, вы поймете, что их не было. Ну, мне так кажется. Возможно, кто-то умеет работать с этим. То есть здесь и это такие самые, ну, небольшие. Возможно, вы очень много продаете в B2B туда, я не знаю. Вот, честно, не знаю. Но с нами точно не получается нормально. Именно из-за того, что сложно в Москве, очень сложный трафик, очень сложно договариваться с доставками. И это крайне сложно. Вот вплоть до того, что ты действительно приезжаешь, твоя машина впереди, он сзади, и вы вот таким образом каким-то заезжаете на объект. Ровим, слушай, прекрасное интервью, потому что мы получили вот сейчас вот за эти полчаса или час столько инсайтов для того, чтобы улучшиться. Потому что для нас обратная связь – это точка роста. Мы понимаем, все косячат, все плохо работают. Все, да, все, конечно, это нормально. Это нормально, главное, как ты отрабатываешь то, как свои ошибки. Вот умение отрабатывать ошибки и расти, и совершенствоваться. Вот это главная черта профессионала. Не черта профессионала там не ошибаться. Нет, скажем так, я убежден, я вот, ну, у меня маленький какой-то бизнес, но все равно могу себя достать бизнесменом. Феномен Петровича – факт есть в России. То есть то, что вы сделали, это мега круто. И я уверен, что еще дальше будет еще интересней. Самое важное, то есть приходите, во-первых, больше в профессиональное комьюнити. Я не знаю, я просто думаю, что мы для вас это реально 5-10 процентов, мне так кажется, что основные все-таки ребята, которые приходят в 4 часа ночи купить саморезы, это круто, это крутая опция, это просто мега крутая опция, потому что мы ей пользовались неоднократно, если честно. Вот, но это все равно больше частники. То есть либо такие, как бы, ну, хоббисты, я не знаю, как назвать, тот, кто сам себе делает. Да, Ромин, смотри, да, ты начал с этого вопроса, мы как-то ушли. Какие кто наши клиенты? У нас три практически равные с точки зрения оборота группы клиентов. Первое – это крупные застройщики, крупные застройщики, большие компании, с которыми мы поставляем. Второе – это как раз… А какой сервис вы для них делаете, извини? А, какой сервис? Мне интересно, какой сервис вы для B2B делаете? Доставки? Тендеримся с ними и выигрываем на тендерах. Доставки и вовремя доставки – это наша ключевая компетенция. Более того, мы сейчас с ними, для них будем создавать тоже экосистему сервисов для того, чтобы окутать их разными сервисами для того, чтобы все было бесшовно, быстрее, меньше затрат на вот эти все бумаги и бюрократические припоны. И когда мы создадим вокруг них вот этот вот окуты их простотой и заботой, вот тогда будет работать всем быстрее, себестоимость будет падать и всем будет этот просто win-win. Второй канал профессионалы, вот как ты, как там люди, у которых там одна бригада, 10 бригад. И мы 30% вас в Питере. В Питере, в Москве меньше, в Москве поменьше, ну тоже на самом деле там, я бы так сказал, 25. Но в продажах, не в количестве клиентов, да, мы сейчас говорим про деньги, потому что, естественно, у профессионалов просто не может быть в количестве столько же, сколько вот этих вот DIY-ов, как мы называем, конечных покупателей. Но в деньгах 30 в Питере, и это, как я говорил, это наш изначальный кор, ключевой сегмент, для него было изначально все создано, программа лояльности, клуб друзей Петровича, эти баллы, те условия, которые... Да, были айфоны, да. Сейчас есть тоже много разных призов. Вот этот сегмент, да, 30%, как я же говорил, проникновение в Питере там практически 100%, в Москве сильно меньше, но мы сейчас, это увеличение доли в кошельке, ну вот в твоем, ну то есть в твоих закупках, иными словами. Мы понимаем, что ты считаешь, что у нас нет котельного оборудования, что у нас нет нужных фитингов. Мы будем, ну вот для тебя это как вот абстрактно тебя. Давай так, абстрактно я представляю вот этих вот ребят, которые занимаются ремонтом. Я смотрю на тебя, да, вижу вот... Прорабов. Шесть тысяч прорабов, да, которые есть на рынке Москвы и Петербурга. Так вот мы будем понимать, какой у тебя оборот в покупках по косвенным признакам, потому что мы научились это делать, именно считать аналитически, и понимать, что ты у нас не покупаешь, какие категории. И именно тебе на эти категории давать различные предложения, понимая, что ты у нас не покупаешь. Да, это тернистый путь, это бигдата и это аналитика. Это уже то, что делает Озон, Валберес и прочие вот эти ребята, к ним заходишь и тебе сразу выкидывает то, что там, ну... Ну да, понимаешь, там технологии такие, там слишком много всего, но мы точно должны понимать и будем понимать, что ты у нас не покупаешь. Ну, то есть, грубо говоря, смотри, вот при доле рынка сухих смесей в 70%, мы понимаем прекрасно, что все прорабы покупают сухие смеси все у нас. Ну, там, за редким каким-то исключением, но в основном все у нас. Понимая, какая доля сухих смесей в ремонте и какая доля в ремонте других категорий, мы можем по каждому человеку легко понять, что он не покупал еще, что он купил у нас, а что купил не у нас. И вот те категории, которые он купил не у нас, мы можем попытаться прорекламировать, прийти с предложением. Именно, ну, персонально, да, это не то, что мы к тебе позвоним, скажем, рубим, слушай, купи у нас там фитинги. Ну, не так, конечно, это не так. Ну, Серё, вы после каждой доставки звоните. Практически после каждой доставки звоните. Мы спрашиваем, это другое, это НПС, это, кстати говоря, наша религия. Мы молимся на этот показатель, Net Promoter Score, как порекомендуете ли вы нас вашим знакомым? Да. И по десятибальной шкале, как это считается? Из ответов 9 и 10 вычитаются ответы с 1 по 6. Ну, то есть, тех, кто ответил на 9 и 10, мы вычитаем, тех, кто ответил с 1 по 6, поставил оценки. Да, я понял. И делим на общее количество. Ну, то есть, как бы, семерки, восьмерки идут в знаменатель, увеличивая знаменатель. Вот в Петрович он 84%. То есть, это очень большой показатель, это, там, считай, как бы, там, больше 90%. Это и помогает расти, я уверен. Конечно. При всех, вот, каких-то там негативных историй, все равно вы лучше по доставке точно. Ну, то есть, 100%. Несмотря на то, что, да, там, водители по-русски не говорят, и там, ну, психуют, там, и все такое, ну, это нормально. Вы когда записываете разговоры вообще? С водителями мы анализируем, мы анализируем точно совершенно все негативные кейсы. Так что жаловаться нам, на нас самих, очень важно и полезно. Это позволяет нам расти. Поэтому мы любим обратную связь, мы любим жалобы. У нас, чтобы ты понимал, там, каждая жалоба, переходящая через Яндекс.Маркет, либо на наш сайт, она читается 100 человеками, включая генерального директора. Каждый отзыв, каждый отзыв у нас читается и разбирается. То есть, как бы система анализа обратной связи у нас поставлена на поток. Поэтому, дорогие профессионалы, жалуйтесь, жалуйтесь на нас, это позволяет нам расти. Это честный подход. Вот вы будете честными с нами, и мы будем честными с вами, пытаясь улучшиться. Это очень круто, это очень правильно. Смотри, я сейчас со своей, может быть, колокольной. Вот у вас, получается, крутая должна быть логистика, у вас должна быть какое-то, не знаю, там, приложение, которое там считает, что куда поставить и так далее. А тачки, ну, получается, сами водители и машины, ну, вы у кого-то берете их, ну, то есть, только на нем занимание. Но мы их, но мы тренируем, ну, как бы мы, у нас есть стандарты. А ведь не выгодно своих? Ну, вот прям. Ну, не выгодно. Мы же занимаемся, мы занимаемся складами, а не транспортом. Мы умеем распределять доставки с наших складов, но управлять автотранспортом все-таки это не наша, там, ключевая компетенция. А по мне, так, зонтичный бренд, как раз-таки, он же потихонечку будет расти, и какие-то из компетенций потихоньку-потихоньку, вот вы же идете там в IT и так далее, у вас большой же отдел IT, да, наверное? Большой, да. Я уверен, что что вы делаете, прям большой, да. Но вы же не айтишники, но тем не менее, у вас внутри есть ребята, которые занимаются этим. Роми, слушай, сейчас на любой должности ты должен быть айтишником. Согласен. У меня, как бы, у меня в отделе все маркетологи, все с IT-компетенциями, с компетенциями постановки, как минимум постановки задач, постановки ТЗ, уже многие, там, чуть ли не, там, наполовину бизнес-аналитиками. То есть это прям большая-большая такая вот система. Я прекрасно понимаю, потому что даже сейчас строители, наполовину айтишники, потому что вести учет, технические карты, регламенты, должностные инструкции, да просто оболочка, где это все хранить, просто оболочка. Это уже, там, стоит, я уже молчу про приложения, ну и так далее. Конечно, конечно, это круто. Представляешь, насколько нам все время приходится развиваться, чтобы делать свою работу. С одной стороны, конечно, блин, нам придется развиваться, что-то учить, а с другой стороны, это же здорово. Ты вымрешь как генозавр, если не будешь это делать, ты вымрешь. Ну, не то чтобы вымрешь, но, по крайней мере, мне кажется, даже тебе не так кайфово работает, когда тебе все время приходится с чем-то новым сталкиваться. Ведь наша жизнь, она там не такая уж и длинная, и чем больше нового, тем богаче, ярче и интереснее ее проживать. То есть любая проблема, это вовсе не стопор, а развитие и новый виток. Хорошо, у меня личный такой, наверное, не то что личный, а в любой компании существует внутренняя академия. Ну, то есть вот, и у вас же огромный штат. Вы как, мне, я свою компанию строю, и не одну, и мне просто интересно. То есть к вам приходит человек, и дальше что происходит? Дальше происходит мощнейший процесс обучения материалами, нашими программами, культурой, всеми скриптами. То есть это прямо, ну вот, реальная академия, ну, или там университет, как угодно можно назвать. Корп-университет. Да, ну, корп-университет, это отдельно у нас управленческая история, это там я отдельно расскажу. Ну, любой человек, должность продавца или кладовщика или, он проходит обучение. У нас есть множество программ для каждой из должностей. У них у всех есть свои обучающие курсы. Они и онлайн, и оффлайновые. Плюс у нас совершенно есть и ассессменты, на которых мы выбираем людей для кадрового резерва, и корпоративный университет, который уже готовит управленческие кадры для будущего. Потому что мы-то растем и развиваемся, и нам нужно выращивать людей, растить их, чтобы они становились более высокими там управленцами. Компания большая, там 8 тысяч человек, и поэтому, конечно же, нам просто нужны классные люди, и зараженные, в хорошем смысле, нашей корпоративной культурой, и заряженные знаниями и амбициями. Это там большое-большое дело. Можно потом отдельно поговорить про... Да, мне очень интересно, потому что я считаю, что в стройке, допустим, у меня мое лицо, это когда-то было мое лицо, но я когда-то был линейным работником. То есть я сам работал руками, все, кто работают руками, я вот прям классифицировал, не знаю, где я это выцепил, но это называется линейный работник, вот, у меня лично. И я считаю, что это лицо нашей компании. То есть и чем лучше он будет понимать вот этот корпоративный дух и так далее, все остальное, и даже в стройке ребята сейчас делают welcome пакеты, и пошло-пошло, то есть вот. И мне просто интересно, как делают это большие, наверное. Да, это большой процесс, там целый месяц нам нужно обучить человека, чтобы он... А потом он задает какие-то тесты, да? Да, конечно. И согласно этим тестам он получает какой-то статус. Он там либо допускается или не допускается, там довольно просто, но дальше для развития, да, он сдает тесты, он за это получает либо дополнительное премирование, либо возможность роста и тому подобное. То есть, ну, поскольку ступенек роста много, там у нас достаточно иерархичная структура, но зато в ней есть, в общем, рост за знания и за умения. Что будет у нас через пять лет, как ты думаешь? Десять. В стране? Вообще, да. Ну, смотри, что вот... Давай так, бренды ушли, давай вот про это чуть-чуть, а потом... А, ну, давай-давай. Давай, бренды ушли. Бренды ушли далеко не все, но важны. В электрике, конечно, прямо неприятно. Тебе так кажется. Они все переименовались, все здесь. Не, ну как... Может, кроме там АББ. АББ вот не переименовался, да? Да, АББ, к сожалению, параллельный импорт, что-то будет приходить. А вы прям параллельный импорт себе в магазин и ставите на полку? Ну да, то, что по закону можно, мы ставим, то, что как бы нельзя, не ставим. А сейчас все, по-моему, можно по закону. Ну, нет, тут есть список брендов, которые подлежат параллельному импорту. Вот ровно... Я прям даже не знал об этом. Нет, есть список, например, Бош туда не попал. А, вот так. Да. А Бош же они закрыли. А Бош как бы... Бош не ушел, то есть он то ушел, то... Блин, наверное, не стоит говорить. Не, ну как, да все это стоит. У меня с Бошем был контракт, и они... У них 50 человек отправились... Нет, маркетинговое, понятное дело. У них отправили вообще, ну, то есть, все, им раздали месячную, годовую зарплату. На самом деле, красавчики. Они, представь, они сотрудникам отдали годовую зарплату, сказали, извините, простите, короче, ну, вот так. Кажется нам, что после того, как шторм уляжется, они вернутся, по крайней мере, большинство из них, как может быть, далеко не все, нам некоторые скандинавские компании, может быть, навсегда ушли, но там, наверное, другие европейские и американские компании, они вернутся. Поэтому там они далеко не все, там... перелубают все концы. Когда они вернутся, рынок будет другим. Потому что на наш рынок приходят... Во-первых, мне очень бы хотелось, чтобы появилось как можно больше российских брендов. Потому что это такой шанс для страны сейчас создать собственное производство в тех категориях, которых нету, ну, не было наших компаний. И это прямо здорово было бы вот иметь через там несколько лет набор российских компаний. Но придут и китайские бренды. На самом деле многие китайские бренды уже там мало отличимы по качеству от западных. Ну, там инструмент же вообще весь в Китае делается. Да, там есть, конечно же, какие-то технологии, но в целом... Перед тобой сидит человек, который обожает инструменты. То есть я обожаю всевозможные, начиная там от видеопродакшена, заканчивая, не знаю, там автомобилем, заканчивая шуруповертами. И когда я вижу, когда, допустим, можно называть там тот же самый там Абит, Леруа Мерлин, Петрович, когда вы делаете свой продукт, ну вот, почему вы не сделали клевую линейку, не знаю, молотков, ручника какого-нибудь классного, который, в принципе, можно сделать для профессионалов. То есть или там те же самые шуруповерты, газонокосилки, все вот эти, вы же взяли, ну, как это, ОЕМ-продукты, и его синим цветом, СТМ, да, покрасили синим, эти зеленым покрасили. И это все для, не для профессионалов точно. Это, ну, вот типа, дева, это того, что я лично, поэтому я считаю, что основной клиент у вас, ну, вот эти ребята, то есть, ну, как-то так. Почему вот, извини, еще раз, то есть почему бы вот, имея ресурсы, ты сейчас только что сказал, что почему русские компании этого не делают, и вы же этого тоже не делаете? Смотри, да, почему мы не делали этого? Потому что сделать реально хороший инструмент для профессионалов, тут нужны R&D, тут нужно research and development, то есть нужно свой институт, ну, или, по крайней мере, реально лаборатория. Сейчас, мы не делали, потому что в целом это как, вот, когда есть уже хороший инструмент на рынке, там, ушедший, там, условно, Devolt, ушедший синий Bosch, вот, когда, там, Fistool, да, когда они, там, были на нашем рынке, то делать бренд с нуля вот такого уровня, да еще и без какого-то там R&D, ну, было просто нерентабельно. Невозможно. Просто нерентабельно. Сейчас мы делаем. Сейчас мы уже, у нас придет высокая линейка. Придет, да? Придет, да, мы уже, ну, это считай, как бы, либо конец этого года, либо начало следующего. Мы создали бренд, мы нашли качественных производителей. Я не знал, я не знал. Ну, я сейчас еще пока не анонсирую ни названия, ничего, но в целом ручник придет раньше. Мы делаем качественный ручник. Вот как раз потестируй, скажешь нам свое мнение, потому что мы все время будем совершенствоваться, и придет еще электроинструмент. Мы, ну, потому что высокая ниша оказалась свободной сейчас. Ну, и там практически осталась только одна макита из качественного инструмента, и все. Сто процентов. Который остался в полный рост на рынке. А почему? Что они сказали? Они сказали, вот, нам, мы остаемся и все, да? Мы остаемся и все, да. Ну, это же решение, как бы, компании. Дело все в том, что есть санкционные товары, которых просто нельзя возить, да, но электроинструмент не санкционный товар. Поэтому дальше там решение уже бренда. Остаются или не остаются? Какие у них репутационные риски у себя на родине? Ну, вот, каждый решил так, как ему нужно. Это бог им судья, кто-то ушел, кто остался, кто остался, молодцы, кто ушел. Окей, поехали. Когда-то вернутся. Они вернутся. Пять лет, да? Рынок будет другой. Рынок какой? Вообще говоря, потребительское поведение, оно меняется. Его меняют маркетплейсы очень сильно, потому что удобно получать на следующий день в соседнем парадной. Да не подъезд приводить. Подъезд это у вас. Не подъезд, а парадная у нас. А, парадная у вас, да. Подъезд, а потом поребрик, да, вот это все. Да, и поребрик, да. Под дверью у меня всегда. У тебя под дверь, да. Азон прям под дверью все они ставят, причем и еду, и... Ты посмотри, как они изменили потребительские ожидания. Наверное, рынок через несколько лет, это будет рынок одной кнопки. Когда ты через одну кнопку, через одного фактически оператора, будешь заказывать себе все. Еду, какие-то гаджеты, вообще все. Но рынок стройки, на наш взгляд, это другое. Мы можем создать, вот мы, как Петрович, стремимся создать свою кнопку, свою экосистему вокруг стройки. Потому что мы вот представили себе весь джорни, кастомер джорни, или даже лайф джорни, то есть жизненный путь клиента в стройке. Создаем сервисы вокруг этого пути. В дизайне, всякие визуализаторы, 3D-шоурумы, сервисы по дизайну, дизайн-проекты, помощники по дизайну у нас помогают делать, калькуляторы, которые позволяют сосчитать. Да, я смотрю за этим, слежу, стараюсь. Понимаю, что это такой уровень. Мне как простянутип, кажется, ну это какая-то... Но это имеет место... Во-первых, мы совершенствуемся, да, это как бы... Там китайские раньше автомобили были какие-то с пластиковыми деталями, а теперь ты поди их отличи от Ауди условной. Так вот, мы растем в этом, и мы будем это делать. Мы делаем разные сервисы по установкам дверей, по установкам укладки ламината. Когда человеку нужно просто купить ламинат, ну как бы ты вот не пойдешь на укладку ламината, потому что это целый процесс, а там стоит сколько там, тысячу рублей за квадрат, ну ни о чем, да. Мы положим, ну потому что чтобы человеку просто продать этот ламинат, ну и так далее. То есть мы окутаем вот этот вот весь... У вас сейчас, извини, извини, перебью. Вот, допустим, ПИК, они делали, как это называется у них, можно было поработать, типа любому человеку прийти и выполнить какие-то задачи в любой из их квартир. Вот. Ну, не пошло. Ну, насколько я знаю, сейчас они вроде бы закрыли это направление, вот, не уверен, потому что слишком сложно было проверять. Вот. А ты говоришь, мы уложим за тысячу рублей ламинат. Что это означало? Я образно, какая разница, неважно, хоть за пять тысяч. Вот. То есть вы развиваете эту сторону все-таки. Мы развиваем, ну, не прорабский сегмент. Смотри, для профессионалов просто ты пойди, найди бригаду, чтобы тебе уложить... Не найдешь. Не найдешь. Ну, просто они скажут, ну иди ты, как бы, да вот нам все нужно, а не вот это вот. Да. У людей там дилемма. Ну, это сегмент эконом-эконом. Ну, то есть эконом... Ну, смотри. Вот, по поводу эконома, сейчас мы вернемся к будущему, вот чуть-чуть к эконому. По нашим исследованиям, 80% людей в Москве, в Москве делают ремонт своими руками. 80%? 80% людей, понимаешь? Да, понимаю. 80% людей, да. И только, грубо говоря, 10 делают с помощью бригадиров. Вот. Остальные 10, это какой-то смешанный формат, когда там на какую-то работу, там найдут какого-нибудь там профессионала. Ну, то есть, допустим, потому что дать то же самое вода-воды, да, там, или там... Да, 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 да. То есть инженерка, инженерка. Инженерка точно профессиональная, да, да. А вот все остальное, вот, ну, господи, я 12 лет назад или 13 лет назад укладывал сам ламинат в квартире. Ну, как бы, да, ну, как-то уложил, в общем-то, в конце концов, нормально. И это, как бы, люди все проходят через это, а многие все время этим занимаются, когда делают ремонт. Поэтому для большинства вот этот вот жизненный путь, вот этот в ремонте очень важен. Мы создаем контент очень вот образовательный для людей. У нас есть... Петрович знает? У вас самый крутой из всех вообще рядом, кто вот вас в сегменте, на мой взгляд, комиксы. Комиксы я зачитался просто. Я не знаю, чья это была идея, но ее писали с живых людей. Сто пудов. То есть это очень было круто. Я не знаю, сейчас есть или нету это. Ну, вот комиксы, которые вы делали, они прям заходили нормально. Класс. Вот, на мой взгляд. Ну, смотри, потому что мы общаемся с прорабами. Вот у меня все время вот телефон на вибро режим есть чат с нашими клиентами, там примерно 100-150 клиентов, которые все время отдают обратную связь, жалуются или пытаются пробовать решить. Мы все время эту... Мы жадные обратной связи. И мы пытаемся получить и в том числе с точки зрения контента пытаемся улучшить. То есть мы создаем контент, мы создаем сервисы и таким образом... Да, и консультации, наш процесс консультации таким образом, что одна кнопка в ремонте будет эта кнопка Петровича. Вот это наша, как бы, цель. Вот так выходите. Петрович... Да, да, да. Под ключ. Петрович, не под ключ, ремонт. Для тех, кто не нанимает профессионалов, да, вот для них вот этот вот, вот такой будет рынок. А для профессионалов мы создаем другие сервисы. Да, бро сейчас, его надо улучшать, его надо доделать. Но в конце концов, мы его сделаем так, что он будет удобный по работе. За него отвечает у вас какой-то человек отдельный, правильно? Отдельный человек, конечно, да. Продакт по бро. И он классный, он... Ну да, да, он должен болеть. Он болеет, но он... Понимать, как это работает. Возьмите фокус-группу, сделайте 10, 10 прорабов, 15. И вы, ну, то есть, сделайте фокус-группу и начните с ними работать. Ну, я думаю, что вы это делаете. Мы делаем. Продолжение следует... Конечно, надо делать, делать, делать и делать. Это касается каждого из элементов. Просто элементов много, естественно, там не все делается так быстро, как хотелось бы. Ну, так как бы Москва не сразу строилась. Так вот, через несколько лет мы хотим изменить культуру ремонта. Когда мы изменим культуру ремонта в стране, то тогда мы в этой культуре будем законодателями мод, создателями ее и, соответственно, главными бенефициарами. И если... А культура это довольно простая. Тебе должно быть удобно. Ремонт не должен быть адом для клиента, а должен быть приятной прогулкой, которая окутана всеми сервисами. Ты же тоже делаешь качественный ремонт, это тоже для клиентов. Ты не делаешь ад, да? Ты наоборот, ты хочешь делать для людей хорошо. Ведь ты же гордишься тем, что ты делаешь. Смотри, если ты правильно объяснил человеку, что в принципе ремонт это адовая история, и если ты его не перегрел и объяснил ему, что будет сложно, а будет сложно, а будет много проблем, будет много непонимания, мы будем не успевать, возможно, от вашего понимания. Просто для кого-то уложить плитку, а для меня это означает, не знаю, сделать демонтаж, мембрана, то-се, затирка, 20 часов, ну и так далее. И так во многом, во всем. А теперь, знаешь, что такое современный ремонт? Это интеграция инженерки в дизайн, потому что в современном ремонте, особенно вот высокоуровневом, на ремонте, тебе нужно разместить очень много инженерии в ремонт, и при этом сделать это все красиво. И это очень сложно. Здесь требуется сумасшедшая квалификация. Здесь требуются технические решения у компаний, и они очень часто разрабатываются под исключительный проект. То есть они всегда немножко разные, они всегда сложные. Те же самые вентиляционные установки сейчас очень сильно стали, во всяком случае в Москве, и я заметил в своей жизни, очень сильно стали слить за вентиляцией. То есть анализаторы воздуха и так далее, мы смотрим, сколько мы, скажем так, тратим, какого он качества и так далее, влажность и прочее, и все вот эти штуки, как встроенные пылесосы, канальные сплит-системы, и звукоизоляция, и дальше, 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 все эти блага, которые совместить в одном интерьере в 100 квадратах, это целое искусство, то есть искусство планирования. И вот даже график поставки материалов, он есть далеко не у всех компаний, понимаешь? И вот график поставки материалов и закупки очень важно. Очень легко накидать корзину в Петрович, очень легко все это привести в один день и даже поднять на объект. А что дальше будет? Нужно объяснить клиенту, ребята, вы не можете в один чек вбить и краску, и, грубо говоря, цемент, потому что от краски до цемента, там до смесей, как ты сказал, проходит минимум 3 месяца, ну или 2, и смысла нет ее даже везти на объект. А вот купить ее и захолдить на складе, не захолдить на складе согласно графику построения работ, это крутой сервис, на мой взгляд, понимаешь? Потому что мне, как для прораба, очень важно, у меня 3 склада по Москве, 3 склада возле моих ключевых объектов, потому что я покупая, везу, я бы очень круто бы оставить у вас и забрать, когда мне нужно, но вы же этого не разрешаете. Никак, у нас, и мы иначе не были бы эффективными в складском управлении, мы не можем хранить. А для меня, как для про-сегмента, мне очень важно, то есть еще бы, мне вообще было бы круто, если бы можно было еще мое привезти к вам на склад, понимаешь? Ну я образно, я ультрирую, может быть, но сам факт, это хотелка, просто вот как гипотеза, да? Для меня очень прикольно было бы, если бы вы мне доставляли в нужное мне время материалы, в нужное мне время, не вам, а мне. Клиент говорит, покупаем, а еще если он еще сам хочет купить, и мы покупаем, грубо говоря, сразу целую кучу всего вместе с ванной, а особенно в среднем сегменте или в экономе, они вообще все в один день привозят и как-то там перетаскивают из объектов вот там вот внутри. И как бы график поставки материалов на объект, это очень такая существенная штука, особенно в сложных проектах, потому что не надо привозить раньше времени, то, что не должно быть на объекте. Вот, а часто оно бывает в чеке, ну там, накидали ту же корзину, купили и все, и вот тебе получите. Привезли, а потом это портится, там, ну и много-много что. Мы так не делаем, потому что у нас есть там, но надо придумать, как сделать так удобно для клиентов, чтобы, для профессионалов, чтобы они могли... Ну давай пофантазируем. Ну давай. Смотри, представь себе ситуацию, при которой у вас есть, у вас торговый дом, он у вас крутой, все круто, заходишь внутрь, все красиво и так далее, везде понятная лавигация, все, блин, даже не хочу перехваливать. Вот, но сама площадь склада у вас раз в 5, а то и в 10 больше, чем сам этот самый, там огромное место. Вот почему бы не найти там место, в котором я плачу за аренду приличные деньги, приличные деньги, и покупая материалы, почему мы не можем перевезти их туда ко мне, зафиксировать, или даже не перевозить, но мы знаем точно, что вот тогда-то, да, они будут и привезти. И вы в свою систему крутой логистики, я говорю вам за какое-то время, вот короче, у нас уже там оплачено, привозите мне вот это, вот это то, и не привезти еще туда что-то, что-то может храниться, ну скажем так, вот я знаю, как я профессионал, и вы мне привозите, вы мне, я вас использую как сервис хранения того, чего мне нужно. Возможно, я даже привезу к вам на склад что-нибудь то, чего у вас не продается. Возможно, это не политика компании, возможно, я полную чушь говорю, но смысл, короче, в том, что мне было бы очень круто работать с таким партнером, потому что это уже партнерство некое. То есть, вы мне не просто материалы продаете, а вы мне еще продаете некий сервис вовремя поставки материалов на мой объект. И я как бы не парюсь со складом, грубо говоря, вы заключили с 30-ю прорабами среднего звена, вот как мы, какие-то контракты. И мы, мне же потом будет удобно все остальное у вас тоже брать. Слушай, ты знаешь, что это, во-первых, перекликается с теми сервисами, которые мы сейчас планируем для крупного B2B, ну вот для застройщиков. У них похожие запросы. Более, конечно. Да, и мы обсудим обязательно. Это очень интересная мысль. Мы обязательно обсудим. Я не могу тебе сказать... Разработка технических решений. Давай представим себе, что вся страна, вся Россия сейчас, она болеет. Она болеет тем, что для тебя установка подрозетника, это я не знаю, что в твоей голове, например, для меня оно абсолютно другое, тебя должен выштробить, оттуда там, грубо говоря, загрунтовать, поставить, замазать не в плоскость и так далее. Это целое техническое решение. Для тебя это продажа подрозетника, а для клиента это вообще непонятно, что для него установка подрозетника, ну там, не знаю там. Зачем подрозетник, если есть розетка? Если есть, не важно, не суть. И мы втроем, как три участника, скажем так, ремонта, абсолютно никак не договорились. То есть мы не понимаем, как это должно происходить в принципе, но если бы у нас был общий какой-то документ, допустим, он лежал бы у вас, что клиент бы не говорил, что нужно вот здесь, можно погрунтовать и техническое решение следующее может наступить только через 20 часов. На основе чего? На основе не того, что говорит производитель, там где-то там мелким шрифтом, а на основе технического решения, которое вот, ну как, общепризнанное, да, допустим, вот каждая маленькая компания делает свои какие-то технические решения. И большая компания, в том числе у Петровича, у того же Пика, целая куча технических карт, потому что ты без этого не можешь. Такая же огромная куча технических карт у среднего бизнеса, вот как вот у меня, например, да, может даже мелкий бизнес назовем это, да, вот, потому что у меня мало клиентов, они все там премиальные, и технические решения огромная куча, которые мы сами разрабатываем и сами как-то есть. Но если оно будет на базе, допустим, Петровича, ну то есть, грубо говоря, я захожу в приложение, и там есть какие-то технические решения по установке, по покраске, по укладке того же ламината и чего-то еще, которые не от производителя идут, а которые сделала какая-то там ассоциация строителей. Вот, допустим, у нас есть там какие-то, они пока что просто тусовки, назовем их, да, там, дни строителей и тому подобное, там, всякие разные мероприятия, и мы можем и называем себя, мы там, профсоюз строителей, профсоюз электриков и так далее, и мы внутренние части делаем, но пока что это на таком уровне очень зародышном во всем России есть очень много разных ассоциаций, ну, как ассоциации ЕЖС России, например, ну, вот они там сделали документы, они там что-то делают между собой, но они уже крутые, они договариваются о том, что вот мы там делаем там крыши, как там говорить, техно-николь, и делятся просто документами. Да, это еще никакой не портал, да, это не какие-то официальные документы, но это зародыш. Кто мешает вам делать подобные штуки на сервисе Петрович, на портале Петрович, потому что будет много людей заходить, и тут уже я как мастер защищен, понимаешь, чем, что где-то на каком-то сайте вы сделали это, и я говорю клиенту, вот так должно быть, клиент понимает, как должно быть, и вы понимаете, как должно быть, и мы хоть куда-то вместе приходим, и это большая, это как это портал, который будет притягивать к себе, понимаешь, вот я задумываюсь о подобных проектах у себя, то есть я хочу там делать какие-то свои порталы, да, для академии и так далее, но типа-то, понимаешь, да? Я, не то, что я, видишь, молчу, потому что я уже, мы на прошлой неделе стартанули проект по энциклопедии ремонта, но это контентная часть, чего в нем, вот у меня была какая-то, в голове ущербность этой идеи, но вот с техническими картами, которые, с технологическими процессами добавить к той самому пути, или технологическому пути всего ремонта, добавить тех, тех карт с тех процессами, куда любой человек может и профессионал, и непрофессионал посмотреть и увидеть последовательную работу, именно визуальную, не жуткий документ вордовский с таблицами, которые ты там смотришь, и нифига не понятно, но нужно сделать именно такую комиксы, вот тебе понравится комиксы, вот это круто, но опять же, это может быть средняя штука, средняя штука, не шутку, не шутку, конечно не шутку, грубо говоря, икейская инструкция, прям великолепная референс, великолепный, великолепный реф, просто, потому что это действительно, вот они, из-за чего они так стрельнули, потому что, из-за чего икей стрельнуло, ну, ты сто пудов знаешь, то нет, у них есть много разных версий, поэтому тут сложно ответить, что ты конкретно имеешь ввиду, кстати, а ты что думаешь? что сделай сам, опять, такая же история, то есть у них была, что ты можешь сам прийти и сам собрать, и тебе не нужен мастер, то есть, как бы, вот такая у тебя была, очень неплохая. Сколько я собрал этих шкафов? Ух. Все собрали столько этих шкафов, вот. Классная история, поскольку мы этот проект начали, я прямо сейчас. У вас есть на это ресурсы, вы, 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 нифига себе, вы, как бы, поверь мне, все мелкие прорабы, все мелкие, понимаешь, чем отличается большая компания от маленькой, в моей картине мира, я это вижу так. У большой, у большой компании все хорошо с документами, у них все хорошо защищено, прописаны регламенты и так далее, а дальше продукта один. Ну, что, ну, как бы, кто строит дома, грубо говоря, ну, вот они знают все процессы, и, по сути, прораб, который приходит, он знает, но его проблема в том, что он только он знает, и все другие вокруг не знают, а в компании собственник знает хорошо, и он каким-то образом переложил это все на бумагу. То есть, все должностные инструкции, регламенты и так далее. Вот я лично считаю, что, а когда у вас уже есть ресурс сделать такие бумаги от продукта, то есть, у вас от другого, вы уже заработали деньги на чем-то, и вы можете инвестировать. я, допустим, как маленькая компания, мне каждый работник, каждый работник, это, ну, это на вес золота, это, ну, то есть, я не могу просто так потестить гипотезу какую-то, там, а ну-ка, найму-ка, я вот это выпускаю, мне комиксы сделают, не вариант, понимаешь, а вы можете, поэтому, ну. Более того, мы можем объединить для вот этих техкарт еще нескольких производителей, чтобы этот процесс был консенсусный, потому что, ну, понятное дело, у всех производителей там условно разный подход к тому или иному техпроцессу, но консенсус точно можно найти, по крайней мере, с точки зрения там. Почему Академию не может сделать один производитель? Потому что он тебе начнет впихивать свои, свое видение, поэтому я лично считаю, что как раз такие технические решения, разработанные Петровичем, либо же какой-то другой сторонней компании, которая не является производителем, будут более востребованы, чем технические решения производителя. Знаешь почему? Потому что люди так устроены, то есть если вы завоюете это доверие, то есть какая-то компания завоюет это доверие, как Академия, ну, какая-то там, неважно, институт какой-то, или что-то еще. Когда она завоюет это доверие, ей доверяют больше, чем производители, потому что производитель заинтересован финансово. Ну, то есть типа того. Мастера менее верят производителю, чем кому-то вот из своих коллег, скажем так, да? Ну, вот плохо я выразил мысль, но я думаю, ты понял. Все понятно. Я думаю, что нет, вполне себе неплохо, хорошо выразил мысль. В наших силах объединить и производителей, и мастеров в одну какую-то вот... Мне очень хочется, да? Смотри, очень много сейчас в России. Ты, может быть, не видишь этого, а я со своей стороны вижу, потому что то, про что мы начали с Дня строителя, помимо Дней строителя, мы делаем еще много разных мероприятий. Вот. И я так или иначе касаюсь и строителей, отделочников, инженеров и так далее, и компаний разных, которые представляют, да? И как бы по сути вот это вот то, про что мы сейчас поговорили, оно, поверьте мне, витает в облаках. Очень много маленьких академий открывается, да? То есть там есть мой друг Сергей Габченко, может быть, ты слышал, я не знаю, малярный центр у него, школа маляров. Это один из самых экспертных ребят в отрасли в принципе. И я бы очень рекомендовал тебе ознакомиться, кто это. Потому что как раз-таки ты про сухие смеси, как раз-таки ты про вот очень... То есть как Петрович продает большие штуки. То есть если так разобраться, Петрович можно купить несколько поддонов, фанеры, поддонов там, картона и так далее. И все, что касается вот этих вот малярных работ. Я понял, что ты хочешь сказать. Вот очень хорошее у нас есть выражение Петрович по большому, Леруа по маленькому. Да, да. Ну, то есть, кстати, без шуток. Без шуток, если мне нужно купить что-то здесь и сейчас очень супер быстро. Поэтому Леруа 8 магазинов есть, я даже не знаю, сколько. Их 30 в Москве. 30 в Москве. Ну вот. Потому что их вот на Риге, грубо говоря, вот здесь раз один, тут же второй нам кат. И я думаю, как они, блин? Ну, ты заезжаешь, когда тебе, как тебе удобно. Ты заехал, багажник загрузил и поехал. Сейчас, кстати, в Петрович, я часто захожу просто вот в отдел, где там вот с бумажками сидят. Вот там сказал что-нибудь, короче, и все. И все, и уже на склад. Да, да. Это прям нормально. Да, мы говорили про... ознакомься с разными небольшими проектами. И в том числе и такой проект, как наша Академия ВКС, мы нуждаемся в, знаешь, в чем? В партнерстве с кем-то крупным. Без преувеличения каких-то. Вот Сергей Габченко, школа маляров, у него есть несколько партнеров, у меня есть несколько партнеров и так далее, но среди них нет ни одного. То есть, ни Лерой Мерлен у нас пока внимания не обратил, ни там Петрович, ни Айбинь, никто из крупных, хотя с производителем, вот у меня твердые контракты есть там с Бакси, с Книпиксом, понимаешь, с такими брендами. Вот, потому что они первые реагируют. Они первые, хотя у них может быть там и обороты какие-то такие. И вот они думают о том, они сделали свои академии и поняли, что они все равно постоянно приглашают сторонних мастеров, понимаешь, сторонних спикеров и так далее. Вот я иногда выступаю в академиях где-то. Как-то так. Слушай, вот смотри, крутая идея по образованию, крутая идея по созданию технологических карт на всем процессе, ну, понятно, как технологических карт, вот для меня здесь на референс, это икеевские инструкции. Хочу увязать с твоим вопросом про будущее. Вот смотри, если, меня вот иногда часто спрашивают на конференциях, где-то еще потребительские ожидания же меняются, вот как вы им следуете. Правильный ответ, что мы сами должны создавать эти потребительские ожидания. Вот если мы создадим тот прекрасный новый мир, а вот как раз твой спич про техкарты, наш проект по энциклопедии, если вот это еще можно соединить, вот если мы создадим вот этот вот другие потребительские ожидания по тому, как твой клиент будет воспринимать ремонт, что это сложный, тяжелый, ну вот он, вот он есть даже там в каких-то условных комиксах понятных, там у него будут сформированы нами профессионалами рынка потребительские ожидания, и нам будет проще и легче работать в будущем, и это будет здорово для всего рынка, для всего сообщества. Вот это вот круто. Представь себе, что когда вы, вот вы там, там написано установка двери, у вас там 4 800 рублей. Вот. И тут же у вас должна быть сноска на техническое решение. Это базовая стандартная установка. Это без демонтажа, это без там наличников, это без того сего. Без наборов. А самое главное, это занимает 4 с половиной часа рабочего времени. Ну, к примеру, понимаешь, и тогда человек понимает, что у него 12 дверей, и он растягивает это во времени. То же самое можно завязать к чему угодно. То есть в техническом решении должно быть понятно количество времени, насколько он уходит. А это может даже привязаться. Нельзя покрасить, грубо говоря, нельзя купить 40 банок краски и, грубо говоря, покрасить там за 2 дня. Потому что это физически невозможно столько покрасить за 2 дня. Ну, то есть, если мы пойдем, вот будем плясать дальше, дальше, в конце концов, вот это про одну кнопку опять фантазия. Человек понимает количество часов, затраченных на его ремонт, в принципе, даже согласно материалам. Я уже молчу, потому что один и тот же материал, можно взять просто лист картона и его прикрутить, и все, а можно его зафрезеровать, можно сделать на нем полки, можно сделать свет и так далее. И это абсолютно разнотехническое решение. И если вот мы будем понимать, что один погонный метр, грубо говоря, какого-то плинтуса занимает по времени от того, что прикрутил его, покрасил, зашпаклевал, высохло, ну и так далее, что он занимает, не знаю, 7,5 часов рабочего времени, а у нас их 35 погонных метров, мы понимаем, что невозможно это сделать за один рабочий день. И это уже в голове у клиента добавляет ценности. И так проще мне, мастеру, обосновывать цену. Понимаешь? И то есть здесь вин-вин все. Мы стали говорить на одном языке. Вот я поэтому и говорю, что именно вот эта бюрократия и законодательства Российской Федерации, которая однозначно должна меняться, и она должна ужесточиться. Просто сейчас, представляешь, у нас 90 тысяч не хватает инженеров в сфере ЖКХ. Только в сфере ЖКХ. Только в сфере ЖКХ. ЕЖС не трогаем. 90 тысяч. А мы 3 тысячи в год выпускаем всего. Представь. Ну то есть это типа что такое? Никогда не догоним с такими мерами. Именно поэтому мы упразднили очень сильно сверху вот эти все. Представьте, сейчас еще бетон не начнут продавать всем. Вообще все нафиг остановится. А я бы хотел, чтобы перестали продавать, если честно. Я бы очень хотел, чтобы не перестали продавать кому не лень. И тогда бы вся культура сразу, она бы джик, и все, просто вышли. Чтобы штраф был такой, что просто охренели. И во-первых, и те, кто продают, и те, кто делают. И тем, и другим описали. Ведь нельзя ездить почему-то по встречной полосе. Ну, это нельзя ездить. Ездить нельзя, кстати, да, перестали ездить. Но часто это, конечно, карают. Прям сильно перестали ездить. Если я вспоминаю 2007 год, или 2006, не помню, когда я там, в 2005, я по-моему, за руль сел, вот тогда можно было все просто. Вот просто, тонированная машина, все дела. В Ростове, ты, наверное, вообще там все что будет. Да, в Ростове, да, у меня было полностью тонированный ксенон вверх-вниз. Если как ты не нарушаешь, если у тебя 5000 в бардачке есть, ты, в принципе, уедешь всегда. Вот просто, ну, как бы сейчас ты, это, ну, в смысле нонсенс вообще, в принципе. Ты попробуй предложи что-нибудь, ты уедешь только в другие места. Но согласись, ведь ты же не ездишь сейчас не потому, что тебя штрафуют, а потому, что ты можешь. Не потому, что меня штрафуют. Да ладно. Потому что я, подожди секундочку. Рубин, но ты только что сейчас рушишь то, что ты говорил до этого. Извини, но сам факт. Понимаешь, почему мы так не делаем? Да потому, что мы такие социальные существа. То есть, все не делают, и я не делаю. Если бы все ездили по встречной полосе, ну, я бы, возможно, был такой в дзене, но я не в дзене. Ну, возможно, я бы не ездил. То есть, грубо говоря, я сейчас понимаю, я не езжу не потому, что этого нельзя, потому, что, ну, у меня есть какой-то уровень осознанности. Мне 39 лет, 40. Я уже насмотрелся много чего. Я очень аккуратный водитель и все такое. Но сам факт, что очень много молодых ребят тоже ездят суперосознанно, потому что вот все общество, в принципе, осознанно ездит. Ну, на мой взгляд. То есть, у нас целая... Не только из... Ну, сложно. Но я считаю, что все равно. Подожди. Сейчас, давай сейчас... Вот вопрос культуры. Самый важный, у нас с тобой разговор про... И про культуру тоже. Хорошо, вот раньше, допустим, несколько сотен лет назад за столом нормально было, извините, рыгать, пукать и, ну, там, ковыряться в носу. Ну, нормально было. Я на октябре-фесте был, там еще... Ну, согласись, что не везде. Согласись, что в большинстве мест так не происходит. Не потому, что за это штрафуют. Никто не штрафует за то, что ты за столом там поковырялся в носу. Или пукнул, да, вот. За это не штрафуют. Но как-то культура перешла. Да, это там, допустим, сложнее, но... Знания, знания, у нас другие абсолютно знания. Средний садистический человек сейчас гораздо образованнее, чем средний садистический человек 200 лет назад. 200 лет назад... Вот это я с тобой поспорю. Очень... Ну 200 лет назад я сейчас за 4 часа в интернете узнаю больше, чем... Не узнаешь, а прочитаешь, а через час забудешь. Это, к сожалению, даже... Но ты в моменте узнаешь, ты стал забывать в последнее время много? Конечно, естественно. Есть такое? Вот ты думаешь, это с возрастом связано? А вот нет. Я тоже думал, что, блин, старею стал забывать. Нет, потому что у нас атрофировалась привычка запоминать, потому что мы все можем узнать в секунду в интернете, вот просто набрав. Согласен. Мы просто перестали запоминать простые вещи, а начинаем еще забывать имена, забывать... Скоро забудем, как ложку с вилкой держать, потому что можно посмотреть в интернете, ну, я утрирована. А вот люди раньше, они... Им приходилось все это запоминать. Им приходилось запоминать всех людей, где эти адреса, вообще все, все тех процессы, или техкарты условные, приходилось держать в голове. А сейчас зачем? Он открыл и все увидел. Это я к тому, что по поводу образованности. Да, люди были, так скажем, поумнее нас с тобой, потому как они все имели в голове, и у них была стройная картина. А мы такие, знаешь, за две минуты все прочитал, потом все забыл. Да, у нас команда, которая создает эту стратегию. И генеральный директор уровень топ-менеджмента стратегия принимается, разделяется, и надо сказать, что стратегия, вот которую я рассказал про мир одной кнопки, про создание новой культуры ремонта и ограждения там индустрии стройки от вот больших маркетплейсов, эта стратегия, она появилась раньше, и она до 22-го года, и она не меняется, потому что сейчас шторм, но мы точно не знаем, куда ударит волна, вправо, влево, завтра, через неделю, летом, мы не знаем, но мы знаем из истории, из вообще человеческого опыта, что за штормом всегда наступает спокойствие, всегда, в человеческой истории так происходит, всегда, есть времена тяжелые, есть потом спокойствие, но процессы, все процессы, они более долгие, поэтому нам не важно сейчас, как штормит, мы не меняем стратегию, мы реагируем на какие-то вызовы, которые происходят вот сейчас, но в долгую стратегию, она вот такая, люди будут, мы сами хотим создать другую культуру ремонта, чтобы людям было удобно, хорошо, качественно и управлять ожиданиями, и вот это долгая, эта стратегия, ну, не меняется, она только видоизменяется с помощью каких-то или вызовов, или мелких, там, каких-то или более крупных проектов, которые надо делать прямо здесь и сейчас, но стратегия глобальная, ну, она не может меняться, потому что это все-таки стратегия, Ровим, смотри, когда есть удивительная магия потребительского поведения, когда мы работаем в городе просто чисто как интернет, без оффлайновых магазинов, продажи, ну, так себе, когда открывается магазин, продажи взлетают, это магия человеческого общения, мы люди, мы животные социальные, для нас важно куда-то прийти, увидеть теплоту, почувствовать теплоту человеческого общения, вот ты говоришь, прикольно, да, потому что ты общаешься с человеком, ты открытый человек, ты общаешься с клиентами, у тебя все на доверии, ты пришел к нам, и у тебя тоже возникло доверие, в этом, вот это психология общения, поэтому магазины нужны, и более того, для конечных покупателей, там, даже для клиентов, бригадиров, очень важно, когда они выбирают отделку, они же с этой отделкой 10 лет живут, и очень важно им потрогать, пощупать, вот мы называем эти зоны touch and fill, то бишь, они трогают, щупают, кусают, лижут, гладят плитку, ламинат, потому что они с этим будут жить, и это же очень важно, для них, это как вот, ну, сойтись там с чем-то, с чем ты будешь потом находиться, поэтому оффлайн и онлайн сочетаются, у нас 60% это онлайн, но это в отделке сильно меньше, естественно, в черновых материалах сильно больше, а вы по большей части все-таки черновые материалы, да, проходитесь? У нас в прошлом году произошел перелом, черновые материалы стали меньше занимать долю, чем чистовые, это прям для нас большой-большой большой слов. Ну, это потому что именно магазины такие появились. Да, потому что магазины, потому что мы развиваемся в эту сторону, но мы не можем больше, если мы там в Питере 70% доли рынка в сухих смесях, ну, как бы, ну, что же мы еще-то можем сделать, то есть мы не мы не можем стоя, это неправильно стоя иметь долю рынка, это точно не хорошо. Мы отъедаем, скорее, судя потому что они не падают, мы отъедаем не у них, а у менее цивилизованных игроков рынка, а присутствие сильнейшего конкурента, который классно работает, который классно умеет продавать, у которых тоже развивается, это большая благо для рынка, когда есть сильный конкурент, а не ты один, да, вот, что-то там делаешь, вот это дает тебе стимул развиваться, стимул делать еще что-то лучше, все сильнее совершенствоваться, совершенствоваться, потому что если ты один, то это болото, то есть ничего хорошего в гегемонии нет, многополярный мир, наше все. Я то же самое считаю про строителей, то есть если бы была одна компания, которая бы делала все и всем, ну, как бы, это нереальная история, это невозможно в принципе. Нет, нельзя. Именно то, что мы вот друг про друга знаем, это поднимает вверх всю вот эту историю. Это не конкуренция, это существование классных концепций, разных концепций и в стройке, там, ну, не может быть одна компания, которая делает все, да, ты совершенно прав. Это будет, это качество сразу бах и обрушится, ну, потому что, ну, как вот в Советском Союзе была одна, одна государственная, как бы, госстрой, там, не знаю, как это называлось, оно строило, им было все равно, какое качество, ну, вот, вообще, абсолютно все, потому что нету другой конкуренции. Без конкуренции невозможно делать качественный продукт. Это вот просто главный закон. Здорово, что есть Leroy Merlin, здорово, что они развиваются и здорово, что они остались на рынке. Это большое благо для России. Очень хорошо, мы очень верим, что они там будут и дальше существовать и развиваться в России, потому что они сделали очень много для рынка строительных материалов в стране, благодаря им многие производители, российские производители, расцвели, и за что им большое спасибо. Мы рассчитываем, конечно же, стать этой одной кнопкой, но именно во всем процессе ремонта у Leroy Merlin есть много других тех категорий, в которых мы не будем столь сильны, мы понимаем, что для нас ключевое это стройка и ремонт, это в любом случае наш ключевой бизнес, в котором мы выстроим суперсервис, чтобы людям было и строить для других, и строить для себя. Знаешь, что привязывает людей к бренду? Как раз такие диалоги, я сейчас тебя слышу все это время и понимаю, почему мне заходит Петрович, то есть у вас вот эта часть бирюзовость такая некая, она в любом случае присутствует у вас, это видно по тебе, это ментально очень похоже, и именно вот из-за этого люди часто приходят, вот после даже нашего разговора я чаще приду в Петрович, мне так кажется, это прикольно, это хорошо, что вы открыты, то есть, это, кстати, не было рекламным выпуском, мы договаривались год об этой встрече, примерно, плюс-минус, да, год, да, это точно совершенно, где-то так, вот, я думаю, мы можем потихоньку финалить, да, подустали, да, я прям вымотан, да, да, это всегда так бывает, вот, так что пишите свои комментарии, пишите однозначно какие-то отзывы про магазин Петрович, пишите вопросы, пишите, кого еще позвать, вот, пишите отзывы, да, чем больше вы будете жаловаться, тем лучше мы будем становиться для вас, это одна из столпов нашей философии, да и для любого, наверное, другого человека, любого другого бизнеса, мне было ему очень приятно с тобой поговорить, невероятно, это прямо, знаешь, такой полет, воспарение над, кстати, я еще кое-что покажу, сейчас мы пойдем, я тебя получу. Воспорим. Да. Всем пока, спасибо. Всем пока, спасибо. Спасибо. Спасибо.